Святой Блаженный Павел Таганровский Таганрог основан в 1698 году Петром I. Место будущего города царь выбирал лично. Первая церковь, заложенная императором, была посвящена живоначальной Троице. Таганрог подарил миру множество удивительных личностей. Его история связана с именами Екатерины II, императора Александра I, который имел особое благоволение к этому городу. Александр I дважды бывал в Таганроге. Второй раз осенью 1825 года он прожил здесь до своей внезапной кончины. До сих пор существует версия, что вместо Александра I был похоронен другой человек, а сам государь ушел в Сибирь и подвязался там под именем старца Федора Кузьмича. До наших дней сохранился в Таганроге дом Антона Павловича Чехова. Здесь русский писатель и драматург родился, жил, окончил гимназию. Прототипами многих произведений Чехова стали жители Таганрога. Но есть в списке великих людей этого города человек, чей жизненный путь и подвиг являются уникальными. Это Павел Павлович Сташков, дворянин Черниговской губернии, поселившийся в Таганроге. За свою благочестивую христианскую жизнь русской православной церковью он был причислен к лику святых. Господь нам явил дивного подвижника, который явил особый вид подвижництва, близкий к подвигу героевства. Начиная с ранней юности своей, он отказался от имения, которое получил от отца, и как не хотел отец, чтобы он пошел по линии купеческой или по военному делу, блаженный избрал для себя подвиг странчества. А под конец жизни своей поселился в Таганроге и, будучи сам дворянином, зарабатывал себе как простой рабочий разгрузка из хлеба в порту. И сам, имея хорошее образование, говорил простым малороссийским языком. Кроватью его была простая лавка, постелью его была свитка, которую он складывал, плавал себе под голову. И свой подвиг он часто скрывал от людей для того, чтобы не иметь похвалу. В последние годы жизни блаженный старец Павел снимал маленький домик, откуда открывается вид на Азовское море. По этой дорожке сотни людей приходили к нему со своими бедами и скорбями, почитая этого благочестивого старца. Комната Блаженного была наполнена иконами, перед которыми день и ночь горели свечи. В доме, в послушании у Павла, жили и пожилые женщины, и подростки. Некоторые почитали его, как почитали тогда юродивых, не обращая особого внимания на резкие черты в его характере. Мог и выругать, и палкой побить. И сегодня можно побывать в святой келье Блаженного и увидеть, как он жил, помолиться, попросить его заступничества. Будучи мирянином, не принимая ни священного сана, ни монашеского пострига, Блаженный Павел вел аскетический образ жизни, проводя время в трудах, молитве и прочих подвигах. Десять лет паломнических странствий и накопленный за это время духовный опыт послужили тому, что народ стал именовать его старцем. В своих паломничествах доходил он в Киево-Печерскую лавру и 3000 километров на Соловки постигать духовную мудрость, веками накапливаемую и бережно хранимую духовными старцами-подвижниками. А когда не мог уже ходить сам, отправлял туда людей. Блаженный всегда пребывал в молитве. Молитва никогда не сходила с его уст. И он людей, которые приходили к нему, тоже наставлял молитвы. Так одна девушка все время стеснялась вслух прочитать молитву. И вот один раз пришла и топталась у Келли Павла в очередной раз, а Блаженный без молитвы никого к себе не пускал. И вот она наконец негромко молитву прочитала и тотчас дверь Келли отворилась и Старец Павла говорит, а нарежьте сотворила молитву, ну заходь. И людей, которые жили у него, он своим образом подвигал к жизни православной, подвижнической. Хотя иногда вот эти действия носили для некоторых, может быть, не совсем понятный характер. Он, прежде всего, учил, что самое первое добродетельное – это послушание. И говорил, что послушание выше по стае молитвы. Не в том, конечно, смысле, что не нужно пост или молитва, а в том, что это когда полезно, когда делается по послушанию. Так одна раба Божия, которая пришла в него пожить, как и другие, когда все ушли в храм, показалось ей, что в комнате не совсем убрана. Взяла и стала наводить порядки. Когда старец пришел, огорчился этим, сказал Настя, «Берый чувак золы, татьяга его по педлозе». И она взяла мешок золой, стала его таскать, и в результате этого еще больше пыль поднялась, чем была до этого. И старец часто накануне великих праздников проводил время в подвигах молитвы. А так и однажды, когда вечером накануне троицы все по своему обычаю сели за лавку и ожидали, когда старец пищу перекрестит и скажет «Бог благословит». Сидели, а старец как бы дремал. Дремал и про себя потихоньку повторял «Ишь ты, ишь, дороги Божий». И так все просидели до утра, и утром без отдыха, и без подкрепления пищи все пошли на службу. Каждый день Блаженный Павел ходил в церковь, куда пожертвовал 18 серебряных лампад. Его привыкли видеть с белым полотенцем, в котором он протирал иконы. Старец любил храмы и часто жертвовал для них иконы, лампады, свечи, елей. Он прививал людям любовь и благоговейное отношение к святыням и церковным предметам. Приближаясь к концу своей земной жизни, Блаженный все более ослабевал телесными силами. Но святая душа его по-прежнему пламенела любовью к Богу и ближним. И не случайно Господь открыл ему день и час его кончины. Представился Блаженный в 1879 году, 23 марта по новому стилю. Приобщившись к святых христовых тайн, предал он свою праведную душу Богу. В момент кончины лицо его просияло великой радостью. По всему телу прошла как бы желтая тень. И после этого тело сделалось подобно снегу. Над могилой старца возвели каменную часовню с мраморной гробницей. При жизни своей старец много людям помогал и по смерти. Помощь от Блаженного не прекратилась. Он говорил, мой куст никогда не будет пуст. Как при жизни он всех щедро наделял своими наставлениями, так и по смерти эта помощь богодатно не оскудевала. Несмотря на то, что было время гонений, и люди приходили к нему по ночам, служили по некиду, потому что было гонение на тех верующих, которые почитали его память. И люди боялись с ним приходить туда, чтобы помолиться. Но так получилось, что даже эти гонения, они для нас сохранили большое количество свидетельств о благодатной помощи старца. Вот вызывают людей на допрос и пытают. Вот почему вы почитаете, как он вам помог, что он какую помощь вам оказал. И люди рассказывали, все это было зафиксировано. Много благодатной помощи было зафиксировано в протоколах допросов тех людей, которые вызывали по делу Блаженного. И одно из самых удивительных знамений было в день прославления Блаженного, когда десятки тысяч людей были собраны вокруг храма. В ясный солнечный день, когда на небе нигде не было ни облачка, ни тучки, ни тумана, в этот день сияла радуга ярко над куполом храма. И бабушке милиционерам, которые стояли в нацеплении, «Сынки, сынки, девица, девица, смотри, какое знамение Господь показывает». Все, кто стремился привить себя к благодатному кусту угодника Божия, ища мира и утешения своим душам, обретали их. С момента кончины Блаженного Павла не прекращается его народное почитание, которое за последнее время все более и более возрастает. Прославление святого совершилось в воскресенье 20 июня 1999 года. Более десяти тысяч верующих Ростовской области и Юга России приехали поклониться Блаженному Павлу в день его канонизации. Поочередно несомый всеми священниками, ковчег с честными мощами был торжественно перенесен из Всехсвятской церкви на Старом кладбище в Свято-Никольский собор, где и было провозглашено определение о канонизации святого Блаженного Павла Таганрогского. Старец предсказывал это торжественное перенесение мощей. Незадолго до своей кончины он напевал «Понесли Павла на могилу, а с могилы да в собор». В день памяти Блаженного великое множество верующих со всех концов России собирается к раке с его святыми мощами, чтобы молитвенно почтить угодника Божия. Никогда не пустеть часовня на старом кладбище Таганрога, где он был погребен. Не гаснут лампады перед святыми иконами в его келье. Уже стало доброй традицией датской земли в дни памяти Блаженного два раза в год совершать паломничество к его мощам. Двое суток более 70 километров идут люди в Таганрог прибегнуть к заступничеству Блаженного Павла Таганрогского, и поток благодатной помощи Божией, подающийся по молитвам этого святого, не иссякает. И, конечно, всех этих случаев не упомнишь помощи по молитвам Блаженного. Но самое, конечно, удивительное – это обращение к вере, что люди раньше, которые, может, и в храм не ходили, и в Богу не молились, они с помощью молитв Блаженного обращаются к вере православной. И один из случаев удивительных рассказал один из священников, который приезжал к нам с Украины в прошлом году, были мы на престоле, встречались у Блаженного. И он рассказывал, что было столько случаев благодатной помощи, причем настолько удивительно даже люди, которые раньше и молитвы-то никаких не знали, просто своими словами обращались к Блаженному, они по его молитве получали помощь и утешение. Перед смертью Блаженный Павел завещал всем ходить к нему на могилку и в келью. Не раз говорил он послушникам, «Как я умру, то вы ведите людей до моей могилы, и они будут говорить, «Здравствуйте, батюшка!» А я им буду отвечать, «Здравствуйте, мои добрые люди!» Субтитры создавал DimaTorzok